Работают во благо здоровья. Глава региона познакомился с компанией «Нейрософт». Эта фирма производит высокотехнологичное медицинское оборудование. И уже давно известно как на российском, так и на международном рынке. Компания экспортирует продукцию в 85 стран мира. И Иран, Индия, очень хорошие продажи. Китай. Вот эти магнитные симуляторы очень много продаются в интернете. Ой, как такая страна, да? Страна серьезная, слушайте. На данный момент я небольшой, больше в России. Вот здесь 6 часов на самолете. Да. На данный момент точно другой в этом смысле. То есть карты скажи, очень большая самолета в Советском Союзе. Почетному гостю показали, как происходит работа над созданием нового оборудования. Например, этот цех заработал только в начале 2017-го. Здесь печатают платы с микросхемами. Раньше эти детали заказывали или спаивали сами, а на это уходил почти целый день. Сейчас же современное оборудование может выпускать до 50 плат в сутки. Все электронные приборы, как вы знаете, собираются на печатных платах. Вот, к примеру, печатные платы. На ней расставляются элементы, микросхемы, детали разные. Дальше это становится основой любого прибора. С 2013 по 2016 годы объем продаж компании увеличился почти в два раза. Большая часть приборов нейрософта относится к импортозамещающим. Некоторые из них не имеют отечественных аналогов. Много компаний производит диагностического оборудования, а также приборов для клинической нейрофизиологии и магнитной стимуляции. Губернатор открыт к общению. Мне он сказал, что я могу обращаться по любому вопросу с помощью. Но главная проблема сейчас, что это нехватка инженеров готовых. И губернатор согласился со мной, что это очень сложная проблема. Мы ее будем решать отдельно. Но эта проблема есть. Компания непрерывно следит за качеством выпускаемого продукта, постоянно работает над его улучшением. В ближайшее время нейрософт планирует расширить зону экспорта до 100 стран. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.